Детские кружки Это говорит о том, что тем более надо сохранить секции и кружки, которые у нас есть, тем более надо решить вопрос с ансамблем с детским творческим «Россиянка», в котором занимается более 200 детей и которым не могут найти помещение, они занимаются в холле филармонии. Ну и на самом деле по поводу спортивных объектов у нас есть, конечно же, вопросы, потому что количество потребностей, которые у нас есть сейчас в таких небольших спортивных сооружениях, которые можно ставить во дворах, в школах и так далее, конечно, большая. Сейчас в муниципальной образовании на конкурс по плоскостным сооружениям, по их установке, заявили порядка 45 таких площадок. В связи с тем, что недостаточно средств на эту статью было запланировано, выделить удалось только 18, то есть еще порядка 30 объектов у нас заявлено, но денег, к сожалению, пока на них нет. Значит, надо вести работу, разговор с правительством региона, доводить эту информацию и говорить о том, что эту работу по строительству простых спортивных объектов в Архангельской области надо продолжать. Тем более они пользуются такой популярностью у наших жителей. Я знаю, что в Санкт-Петербурге состоялся социальный форум и ты принимала в нем участие. О чем там говорили? Форум был очень интересный и многосторонний. В частности, на нем наш премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев высказал очень много интересных предложений, которые, я надеюсь, в ближайшее время будут реализованы. Например? Одно из них это из ипотечных выплат, которые берут наши граждане при рождении первого, второго и последующих детей делать социальные вычеты, то есть какое-то определенное количество процентов людей просто списывать. То есть фактически, если, например, 5 детей семья родит, то этот кредит может быть списан полностью. 5 детей? Ну, пока говорится о том, что по 20% за каждого ребенка, соответственно, чтобы компенсировать все 100%, потребуется 5 детей. Может быть, эти проценты должны быть другими? Ну, в данной ситуации, может быть, и это неплохо. Какие еще были предложения? Еще одно из предложений было, предложение, которое, в частности, обсуждалось и у нас в Архангельской области, это было одним из наших предложений, касалось оно возрождения так называемых молодежных жилищных кооперативов. То есть в нынешней ситуации это называется ЖСК, строительные кооперативы, но для молодых семей. О чем же мы говорим? О том, что нужно дать возможность молодым семьям кооперироваться, вместе собирать деньги, которые у них имеются, либо это будут их собственные накопленные деньги, либо, может быть, привлеченные с тем же ипотечным кредитованием. И за счет того, что земля будет выдаваться под такие кооперативы бесплатно, удается сэкономить порядка 30% от стоимости итоговой квартиры. То есть даже не говорим о том, что необходимо будет самим этим молодым семьям строить, как это было раньше в Советском Союзе, но, тем не менее, за счет того, что выделена будет земля бесплатно под такой кооператив, наши граждане смогут очень существенно сэкономить. Наше предложение было распространить это на семьи до 35 лет. Точнее, если одному мужчине в семье менее 35 лет, а другому даже больше 35, все равно дать им возможность участвовать в таких программах. Надо было обсудить еще один вопрос, я не знаю, обсуждался он или нет. В частности, у нас многодетным семьям предоставляется земля под строительство. Земли этой не хватает, у нас образовалась в Архангельской области очередь, землю дают без коммуникации, дома строить люди там не могут, даже те, которые эту землю получили. Часть людей от этой земли отказывается, потому что невозможно и нет такого количества денег, чтобы провести коммуникации, провести линии электропередачи и вообще начать это строительство. И в связи с этим было предложение, в частности, вот я его высказывал, о том, чтобы отменить эту форму вообще предоставления земельных участков и заменить это на денежные компенсации. Именно об этом сейчас и говорили, то есть все регионы фактически сталкиваются с такой же ситуацией, поэтому это было одним из предложений этого социального форума найти другие варианты поддержки, в том числе и компенсация денежными средствами. Я думаю, что в ближайшее время это должно быть реализовано, по крайней мере, Дмитрий Анатольевич сказал, что такие поручения правительству он даст. Будем надеяться. На этой неделе состоялось учредительное собрание организации «Союз школьников», это что-то наподобие бывшей пионерии. И как вообще предлагается вести работу теперь со школьниками? Ну, действительно, на этой неделе состоялось такое собрание, и более того, на нем было сказано о том, что до 15 апреля каждый регион должен будет сформировать уже региональную подобную организацию, которая должна начать в ближайшее время свою работу. Пока говорят о том, что организационно все это будет курировать Министерство по молодежи федеральное, а средства на эту программу будут выделены из бюджета Министерства образования, то есть такой совокупный. А чем они будут заниматься? Будет, как раньше, октябрята, пионеры, комсомольцы или сейчас какие-то будут новые веяния? Я думаю, что наименований таких, конечно же, уже не будет. Главное, наверное, чем будет заниматься эта организация, это так называемые дворцы пионеров, которые, все мы знаем, раньше были под крылом как раз этих организаций. И основная, наверное, деятельность будет связана как раз вот с такой кружково-образовательной деятельностью, которая, в общем-то, велась в свое время и в Советском Союзе. У нас огромная очередь в дворец пионеров, кружки размещаются даже уже под лестницами, поэтому дворцы пионеров у нас уже, которые были построены, они очень маленькие, поэтому надо строить новые, я думаю, в этом потребность есть. И ремонтировать старые, что очень важно. Оснащать их уже по новому слову техники, потому что мы уже живем в 21 веке, и поэтому, если мы хотим нашу учить молодежь, чтобы они прогрессивные у нас были и с прогрессивным образованием, с прогрессивными взглядами на жизнь, поэтому, безусловно, надо оснащать уже современными видами техники. Ну, я думаю, что это как раз будет одна из задач нового молодежного движения «Союза школьников». Как говорят, все новое, это хорошо забытое старое, но сама тема заниматься школьниками и детьми в таком возрасте, она интересная, поэтому, надеюсь, будет поддержана в нашем обществе. Ну, и поэтому сегодняшний наш вопрос звучит следующим образом. Как вы считаете, нужно ли возрождать детские движения наподобие пионерии и октябрят? И три варианта ответа – да, нужно возрождать, нет, это уже устарело и прошло, и ваш вариант. Ответ вы можете размещать в социальных сетях Facebook и ВКонтакте Александра Дятлов и Екатерина Поздеева. На своих экранах вы видите адрес электронной почты, на которой мы также ждем ваши отзывы и предложения, а на опрос, который мы сегодня озвучили, вы также можете ответить на сайте Двинаинформ. До свидания и всего вам доброго! До свидания!